Слава Господу! Слава Господу! Меня спрашивал один человек, почему вы все время его славите? Что он не устает? Я говорю, нет, мы же созданы для этого. Он меня спас. Если Бог устал от того, что я его славлю, то я не могу уставать, потому что если бы не он, я не знаю, где бы я был сегодня. Из-за того, что он меня спас, из-за того, что он простил мои грехи, из-за того, что он пришел в мою жизнь, моя жизнь приобрела смысл. Поэтому я его славлю. С вами пастор Генри Мадава. В эфире «Голос Победы». У Бога есть победа для тебя. Бог желает дать тебе большую победу. Одна из главных побед в жизни, которую я искал, по крайней мере, это чтобы Бог использовал меня. Я всегда мечтал, представляете, прийти к людям с посланием от Бога, с силой от Бога, со властью от Бога, и чтобы Бог через меня что-то сделал для людей. И сегодня хочу с вами решать вопрос, какого человека использует Бог? Давайте поизучаем. Человек, которого использует Бог. Это очень важное послание. Давайте послушаем. Человек, которого использует Бог. Будучи рожденем от Бога, мы принципиально должны иметь такое внутреннее высокое желание, чтобы Бог использовал меня. Это моя мечта, это то, к чему я стремлюсь постоянно. Поэтому Бог хочет двигаться через нас. Скажите аминь. Библия говорит, 2 книга, Паралипоминон, 16 глава, 9 стих. Написано, ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Поэтому, заметьте, Бог хотел помочь этому царю. Но что интересно, этот царь был борьбованный дьяволом. Ассо его зовут, мы позже о нем почитаем более подробно. Безрассудно ты поступил теперь, зато от них не будут у тебя войны. То есть Ассо, у него был выбор. И Бог говорит, я тебе помогу, двигайся, как я прошу. Он двигался, двигался, но где-то он решил, ну ладно, не обязательно так. Он думал, это мелочь, Бог на это не обратил внимания. Ничего подобного, Бог обратил внимание. И в результате Бог говорит, теперь у тебя будут войны лишние, которые не должны были быть. У тебя будут головные боли, которые не должны были быть. У тебя будут мучения, которые не должны были быть. Из-за того, что ты принял решение не туда двигаться. Вот заметьте, 1 Петра, 5 глава, 8 стих. Библия говорит, трезвитесь и бодро, святые, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рикающий лев, ища кого поглотит. Дальше. А вы противостоите ему твердой верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. То есть все верующие сталкиваются с этим моментом, когда дьявол пытается тебя вербовать. Все верующие, все братья, все на земле. И когда человек говорит, да, дьявол, никогда меня не искушает в этом, это значит, он уже искушал, человек поддался, и он пытается перекрыть. На самом деле все через это проходят, не новости. Дьявол, у него сколько тысяч лет, сколько он работает. Но главное, надо противостоять ему. Почему? Потому что неважно, что он обещает тебе, это метод его, чтобы тебя поглотить. Он хочет тебя поглощать. Все эти горы, которые он тебе рисует, золотые колца всякие, это он хочет тебя поглотить. Никаких золота не будет, будет поглощение полное. Поэтому надо ему противостать, не дать ему место. Мы не можем позволить дьявол нас вербовать. Мы хотим служить Богу, и чтобы мы были не просто служить, мы готовы, чтобы Бог через нас двигался и работал. Скажите Амин. Возникает вопрос, пастор Генри, какие главные качества человека, которого использует Бог? Потому что если мы хотим быть человеком, которого использует Бог, важно понять, какие качества нужны. На каких качествах Бог смотрит. Потому что это для Бога важно. Он не просто там, лишь бы ты был в церкви, значит, я тебя использую. Ничего подобного. Будет в церкви, может, кто угодно. Но есть качества, которые Бог смотрит, и он принимает решение, использовать человека или нет. Мне очень нравится личность по имени Халев. Халев для меня герой. Он во многом показывал те качества, которые я считаю, что это важно. Поэтому книга Иисуса Новин, 14 глава, 6 и пол, 14 стих. Сини Иудини пришли в Галгал, к Иисусу, и сказал ему, Халев, сын Иефонин, кенезьяни, Ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человек Божий, о мне и о тебе в Кадесе-Варне? Я был 40 лет, 40 лет, когда Моисей, рабок Господень, послал меня из Кадес-Варне осмотреть землю, и я принес ему в ответ, что было у меня на сердце. Вот, братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу, Богу моему. И клялся Моисею в тот день и сказал, Земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навеки, ибо ты в точности последовал Господу, Богу моему. И вот, и так, вот, Господь сохранил меня в живых. Как он говорил, уже 45 лет прошло с того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие. «И Израиль ходил по пустине, теперь вот мне 85 лет. Но и ныне столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить, и выходить, и входить». 12 стих. «Итак, дай мне сию гору, о которой говорит Господь в тот день, ибо ты слышал в тот день, что там живут синие наковы, и города у них большие и укрепленные, может быть, Господь будет со мною, и я изгоню их, как говорил Господь». Огромная разница между Ветхим Заветом и Новым Ветхим Заветом. Они все строили на уровень «может быть». «Может быть, Господь». «Может быть, Господь». Когда родился Иисус, одно из имен Господа Иисуса, которое было озвучено, это Еммануил. Что значит «с нами Бог». Это было озвучено, чтобы убрать вот эту фразу «может быть, Господь». Вы меня слышите, да? В Новом Завете «может быть, Господь» убрано. Почему? Появился Еммануил, «с нами Бог». Везде, где говорится «может быть, Господь», теперь в Новом Завете мы говорим «Господь со мною» и сделаем. Поэтому получается, Халев говорит «может, Господь будет со мной». Несколько качеств, которые мы находим. Первое качество – это полное доверие Богу. Мы ищем человека, которого может использовать Бог. Полное доверие Богу. То есть, Халев говорит «ты помнишь, как Бога обещал? Ты помнишь, Он сказал слово для меня и для тебя? Ты помнишь, Он утверждал через Моисея? Ты помнишь? Заметите отношение Халева. Он полностью доверяет Богу. Он уважает Слово Божие. Для него Слово Божие – это не литература. Сказал Бог, Бог имеет в виду, что Он сказал. Если хочешь быть человеком, через которого двигается Бог, который будет Бог использован в следующем году и последующие 10 лет, научись доверять Богу, Его Слову и уважать Слово Божие, которые Он говорит тебе. Удивительно, что многие слова, которые Иисус Навин говорил, это было то, что сказал Моисею. Моисею слышал от Бога, и он повторил. Он просто сказал, Халев, молодец, ты держал со Словом Божиим, тебе пусть будет та земля. Это как пастор Генри тебе встретил и скажет, ты молодец, пусть Бог тебя благословит. Это так слова Моисея были. Но удивительно, Халев относится к словам Моисея, как к словам Божьим через него. Вот есть такая Божия порядка, которую он поставил. И Халев уважал слова, которые Бог говорил через Моисею. И важно получается, что у него было полное доверие. То есть, Бога обещал, я доверяю этим обещаниям и действую согласно обещаниям, и возьму землю. И что интересно, Бог ему эту землю дал. Вопрос возникает, кто определил, какую землю возьмет Халев? Халев. Нет. Сначала Бог, а потом Халев. То есть, Бога обещал, но если он не пошел, Бог бы ему не мог дать. Бог не может дать тебе только от того, что ты сидишь дома и молишься. Надо молиться, слышал голос Божий, закатать рукава и в деле. Но если мы не идем в деле, мы никогда не увидим обетованную землю. Вся обетованная земля понадобилась, чтобы воевали. Что интересно, когда дошли до Иерусалима и Юда, они побоялись, они не вошли. И Бог им не дал. Не потому, что он не готов был дать, а потому, что они не пошли воевать. Это позже пришел Давид, и он пришел к Евгений, сражался с ними и взял город. Потому, что они боялись. Второе. Халев не только доверял Богу полностью, Халев, он был вернее. Скажите, верность? Вот получается, несмотря на реакцию других людей, несмотря на то, как другие себя вели, вы знаете, очень тяжело быть в толпе. Вот почему Библия говорит, Павел писал Тимофею, не связывая себя с делами жительскими. Имеется в виду, не связывая себя с некоторыми людьми. Почему? Потому, что когда ты общаешься с людьми, они близки твоему сердцу. И они начинают делать плохо. Это на тебя влияет. Тебе хочется... А как же они делают, я не делаю? Но оно влияет на тебя. Если эти люди тебе чужие, что они делают, на тебя не влияют. Вы понимаете? Но если они тебе не чужие, что-то они сделали, оно на тебя влияет. Одно из главных вещей, которые Бог делает, перед тем, как Он поднимет тебя в жизни, это научит тебя отрезать от себя людей. Потому, что если ты не умеешь отрезать от себя людей, все, что они делают, оно будет в ненужный момент появляться перед тобою и сбит тебя с толку. Вот почему это важно. Если ты окружаешь себя людьми, окружай себя людьми, которые делают правильные вещи, чтобы не сбили они тебя на уровень души. И вот получается, мне я в восторге. Двенадцать главных людей в Израиле. Десять из них пошли против того, что сказал Бог. Халев верен Богу, что вопреки давления его друзей и знакомых, он остался верный Богу. Это называется верность. Верность остается, даже когда окружение уходит. Верность такое качество, которое отделает тебя от толпы. Когда мы идем много нас, появляется проверка для всех. И только несколько пройдут, а толпа останется. Каждый раз, когда Бог бросал на твою дорогу или допустил перед твоей дорогой, где требуется тебе верности, это был момент отделения тебя от толпы. или же вернуть тебя в числе толпы. Многие из вас, поэтому вы до сих пор, во многих вопросах, вы в числе толпы. В наш момент проверка пришла, вы не сдали экзамены, и вас вернули обратно в вагон толпы. И притом это не зависит от того, сколько там ты молишься громко и тому подобное. Нет. Вопрос верности. Бог бросит на твой путь, ты будешь верен или нет. Когда ты показываешь верности, ты выходишь из толпы, ты становишься, выйдет не ты один, несколько человек, но вас уже меньше. Гораздо меньше. А толпа остается веселиться в своем вагоне. Каждый из этих людей в толпе тоже Бог даст момент, где они могут тоже показать верность и выйти. К сожалению, многие люди призваны на громкие дела, но не могут преодолеть вагон толпы. Вот Халев, он был верный. Верность поможет тебе преодолеть толпы, и чтобы ты стал человеком, которого Бог может использовать. И вот верность при этом выражается постоянством и стабилностью, независимо от обстоятельств. Плохо дома, я постоянен, я продолжаю. Хорошо дома, молодец. Все ужасно дома, продолжай, как будто ничего не произошло. Дома не то, что ужасно, вообще нету жизни, все равно продолжай. То есть держи линию. Независимо ни от чего. Скажите со мной аминь. Вот. Третье качество, это посвящение. Халев, он делал все всем сердцем. Это тот человек, который может использовать Бог. Посвящение, это всем сердцем, это от души. Это когда я делаю верно и правильно, даже если из-за этого потеряю что-то, или лишусь чего-либо. Вопрос такой, как хранить себя доступным для Бога. Второй Тимофей 2, 20 по 26. В Большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные. И один в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным, благопотребным, владикой годным на всякое доброе дело. Скажите, на всякое. Вот, и получается дальше. Юноша с похоти убегает, держись правде, вере, любви, мира со всеми призывающими Господа. То есть дружи со всеми верующими в мире с ними. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссори. Начинает ссорь возникать, спасибо, благослови, до свидания. Спасибо вам большое. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем учительным и не злолюбивым. То всегда быстро отходит, пока все хорошо. Скрутость наставляет противников, не даст ли им Бог покаяния. То есть они кричат, не значит, что надо наставлять. Надо. Но скрутостью. Тебя обзывай, скрутостью продолжает говорить. Не слушает, отходи. Который уловил их в свою волю. То есть, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Заметите, какие качества должны быть, как хранить себя доступным для Бога. Качества, чтобы остаться доступным для Бога. Заметите, здесь говорится, что в доме есть разные сосуды для использования. Притом их ищут тогда, когда надо. Четыре вида. Золотые, серебряные, деревянные и глиняные. Они все в доме. Когда нужно какие-то важные, почетные дела, берутся золотые сосуды или серебряные. А когда нужно простие дело, которые не важны, то выбирают глиняные и деревянные. Или даже иногда эти глиняные и деревянные, они не нужны вообще нигде. Потому что иногда даже игнорируют их, потому что они негодные для бывших дел. Одни сосуды используются для важных, а других нет. Вот. Но что хорошо здесь. Человек, исходя из этого стиха, может продвигать себя из глиняных, деревянных и перебираться на более доступным сосудах. Получается, могу превратиться из дерева в золото, из дерева в серебро. Человек это делать может. Вот. И тогда Бог может использовать тебя больше и чаще и на более почетных дел. Поэтому, когда здесь говорится, кто будет чист от всего, имеется в виду, когда с твоей жизни уходит много грязи, всего, что запачкал твою жизнь и царство тьмы, на уровень мыслей твоей, или мышления, ход мышления, на уровень слов и на уровень поступков, когда они уходят с твоей жизни, ты превращаешься в сосуды золотые и серебряные. Не важно, сколько ты кричишь на собрание, молитвы, не важно, сколько громко ты поешь, главное, чист от грязи. Бог, как-никак, Он Святой Бог. Он не может себя в руки грязного сосуда. Не может. Поэтому получается, человек может меняться. И смотри, как тут пишется, говорится, когда, кто будет чистым от всего, кто принимает решение быть чистым, я, кто замечает эти грязные вещи, я, кто признает их, я, а кто принимает решение с ними расстаться, я. И Бог поможет тебе, когда Бог видит, что ты наклонен к перемене, Он поможет тебе, потому что Бог наш Отец любит. Вот, и получается, что, когда человек от этого грязи уходит и выражает зрелости, то он может стараться чудом в чести. Нечистота требует не только покаяния, прости, Господь, прости, Господь, нет, когда говорится чисто от всего, имеется ввиду, прости, и от этих нечистот ушел человек. И тогда влияние этого нечистота уходит тоже. Тогда ты чист от всего. Если мы показываем зрелости, мы можем стать сосудом в честь. Бог желает двигаться двигаться через нас. Слава Господу, что Бог, он любит работать с людьми. Один человек сказал, ой, мы червячак, маленькие червяки, мы не нуждаемся, Богу в нас не нуждается. Нет, на этой земле мы в Боге нуждаемся, но Богу в нас тоже нуждается. если нас нет, он не может свои планы на земле. То есть мы нуждаемся в Боге, но Бог нуждается в нас. Поэтому мы не просто червяки, которые ждут птичка, пока нас есть. Нет, мы Божьи представители на земле. Поэтому когда я встречаю людей, которые нуждаются в исселении, я с большой радостью молюсь за них. Почему? Потому что я представитель Господа Бога. И ты тоже. Давайте посмотрим на эти свидетельства того, что сделал Бог. И будем ожидать не только получить свое чудо, это программа минимума, но чтобы Бог через нас двигался, чтобы люди другие получили исселение через нас. Давайте послушаем и посмотрим. у Оксаны был отит и на протяжении месяца она плохо слышала на правое ухо. И после молитвы она говорит, что ухо ее хорошо слышит. А где правое ухо? Это? Вы плохо слышали на него? Посмотрите туда. Вы вообще не слышали? Как сначала постепенно начало... Я хочу чтобы вы посмотрели туда, чтобы люди вас видели. Микрофон не подходит. Дайте тот микрофон. Давайте закроем левое ухо. Может я позакрою? Давайте. закройте плотно? Так. Так. Слава Богу. А вы сейчас слышите? Да, я хорошо слышу. Как ничего не было. Как будто ничего не было? Нет. Так. Люда, скажи что-нибудь. Вы услышали? Да. Что она сказала? Иисус Господь. Правильно. Это ухо открылось. Дай аплодисмент Господу. Господь, спасибо тебе Безет. Леша в течение полугода было очень плохое зрение и он с конца зала не видел что написано на плакате и сейчас Бог и вы стелит. Здравствуйте, Леша. Здравствуйте. Сколько тебе лет? Десять. Ты видишь там в конце зала? Да. А что они делают эти люди? Махают руками. А ты раньше такой не мог видеть? У меня было бы это смутно. Было бы тебе смутно. А где твои родители? Они шары красные. Это вы мама? И папа рядом? Только мама? А папа там? Это кто это машет рукой? Это брат? Это папа? Папа там? Мама там? Так. Вау! И сын здесь треугольник какой. Господь спасибо за Лешу. Дай аплодисмент Господу за Лешу. Слава тебе Господь за него. Когда Иисус приходит это особенное время для чудес. Могущественное проявление Божьей славы, милости и любви. Когда Бог открывает двери невозможное становится возможным для тех кто верит. Разные языки, разные народы, культура и обычаи, но одна цель в каждой стране проповедовать Евангелие до края земли и прилагать спасенных к церкви Иисуса Христа. Мы благодарим всех партнеров служения Христос для всех городов за ваши молитвы и финансовую поддержку. Эти фестиваля Иисуса стали возможными благодаря вашему вкладу. Да, это так хорошо. Я вижу, многие из вас уже настроены пастором Генри помолись, потому что после этого собрания я уже не только свое чудо ищу, я пойду кому-то помочь получить чудо. Это правильный настрой, это все ради чего и проповеди это, и вообще свидетельство. Не только чтобы мы все время говорили дай, 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 а чтобы даю, 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 даю. Я хочу сегодня помолиться с вами. Первая молитва, чтобы познать Господа, вдруг вышел неспасенный. А вторая молитва, хочу помолиться, чтобы Бог двигался через вас, чтобы помазание Духа Святого сошло на вашей жизни. Если вы желаете покаяться, примириться с Богом, скажите со мной эти слова. Отец Небесный, прости меня все мои грехи. Дай мне новое начало. Во имя Иисуса благодарю Тебя. Амин. Если вы помолились эту молитву искренне, то Господь Бог услышал и простил. Теперь, если вы говорите пастор Генри, я хочу, чтобы через меня двигался Бог, я хочу помолиться за вас. Просто поднимите свои руки или возложите на сердце. Отец, я благодарю Тебя за целую армию верующих, желающих, чтобы ты через них что-то делал особенное. И я прошу, помажи их, наполни их, измени их жизни, вложи в них настрой, я иду помочь кому-то другому. Отец, пусть Твое владычество и власть проявится через них и мудрость Твоя во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть вас Бог благословит и делайте много для Господа. Вы увидите, как Бог через вас будет двигаться, помогать другим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok